В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этого дня расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Переломный месяц февраль. Сколько гололед приносит травм и аномальное место в Рязани, где всегда безопасно. Праздник тех, кого боятся с детства. Сегодня отмечают Всемирный день стоматолога. И Рязанский музей Советского Союза посетили школьники из Франции. Февраль по праву называют переломным месяцем. Дело не в том, что это последний месяц зимы. Пешие прогулки в эти дни становятся опасными для здоровья. Количество переломов и травм возрастает в разы. Люди сотнями ежедневно попадают в травмпункты из-за гололедицы. Галина Ершова сегодня все же попыталась устоять на ногах на улицах города. Морозы продолжают радовать жителей города красивыми снегопадами и заиндивевшими деревьями. Однако, если опустить глаза и посмотреть под ноги, то картина перестает быть сказочной. Большинство дворов и тротуаров города безнадежно утопают в снегу. И если пушистую кашу коммунальные службы все же убирают, то проламывать лед и очищать дорогу до асфальта никто не торопится. Результат налицо. Около 15% всех больничных листов, оформленных зимой, приходится на уличные травмы. Очень скользко, нечищенно и страшно бывает. Просто поскользнулась. Стояла и упала. Скорее бы зима кончилась и лед растаял. Вот одна мечта. Шла, поскользнулась. Перелом со смещением. Месяц уже в гипси, еще месяц буду ходить. На дворе четверг, 11 часов утра. А в травмпункте уже собралась очередь более чем из 50 человек. Они разного возраста, но с одной историей. Более половины поскользнулись на неочищенной дороге. Теперь люди вынуждены сидеть в очереди. Причем все в один кабинет, где принимает единственный врач. Многие уже провели здесь несколько часов. Когда мы сюда пришли, в очередь заняли. Потом мы на рентген в очереди отстояли. Теперь вынесли нам документы, какие мы будем по очереди. И вот сейчас очередную очередь опять отставим. Остановка, пешеходный переход, дорожка во дворе. Травму можно получить где угодно. Не спасает ни аккуратность, ни внимательность. Только отзывчивость прохожих, которые помогают подняться. Эти кадры вызывают улыбку, но смех этот сквозь слезы. Однако в городе есть несколько аномальных мест, где передвигаться без опаски можно в любое время года. Это тротуары около здания администрации. К сожалению, уже на другой стороне улицы необузданная стихия вновь берет верх над человеческим трудолюбием. В таких условиях важно знать, как уберечь себя от серьезных травм, даже если ноги плохо слушаются. Важнее всего предотвратить удар головой. Основная ошибка, когда человек падает, у нас откидывается голова назад. Мы бьемся об землю или об лед холодный, теряем сознание. Соответственно, человек замерзает. И что происходит? Смерть или отморожение конечностей каких-нибудь. Также очень важно сгруппироваться при падении. Ни в коем случае нельзя падать на локти и кисти. Это грозит вам переломом. Подставлять под удар стоит предплечье. Удар им об пол поможет погасить энергию падения. Также часто встречаются травмы тазобедренных суставов, особенно у пожилых людей. А вот ноги практически всегда остаются в безопасности. Но именно они становятся причиной падения. Если вы чувствуете, что они начинают разъезжаться, ни в коем случае не паникуйте, не торопитесь. Это только усугубит ваше положение. Также во время прогулок по улице лучше исключить ношение обуви на высоком каблуке. Если это сделать не удается, то при падении вам нужно максимально присесть, чтобы сместить центры тяжести как можно ниже. Сгруппироваться, желательно наклонившись немножко вперед, да, и уже прижав подбородок к груди, свободно падать уже назад и не отсоединять, самое главное, подбородок от груди. То есть травму мы в любом случае небольшую получим при страховке, но уже не такую, как могли бы получить, если бы мы его не делали. И, конечно, лучше немного бы тренироваться дома или в спортзале, ведь во время падения у вас уже не будет возможности подумать, сработает мышечная память. Поэтому позабойтесь о собственной безопасности заранее, чтобы прогулка на свежем воздухе принесла вам только положительные эмоции. Как показывает практика, скользко не только пешеходам, но и автолюбителям. Сегодня утром в поселке Никуличи в Рязани столкнулись бензовоз и маршрутка. Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Еще одна авария с участием бензовоза произошла вчера утром, но с уже трагическим исходом. На трассе М6 Каспии в Рязанской области водитель автомобиля Volkswagen Jetta не справился с управлением и столкнулся с бензовозом. В лобовой аварии погибло пять человек, которые находились в легковушке. Все они оказались уроженцами Узбекистана. Сегодня утром в центре Рязани такси врезалось в пассажирский автобус. Как сообщил водитель автобуса, он двигался прямо в сторону площади Мичурина. В этот момент таксист Нарин Логан поворачивал налево на улицу Свободы и врезался в автобус. По словам таксиста, в аварии виноваты оба водителя. Вчерашняя авария на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной с участием легковушки и троллейбуса попала в объектив камеры видеонаблюдения. Как видно на записи, троллейбус поворачивал на улицу Вокзальную в сторону вокзала Рязань-2, а легковой автомобиль двигался по Первомайскому проспекту в прямом направлении. Спустя некоторое время на этом же перекрестке произошла еще одна авария. На этот раз столкнулись и две легковушки. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ночью двух злоумышленников, подозреваемых в кражах из припаркованных на улице Сассова автомобилей. Преступники работали слаженно, но тем не менее незамеченными не остались, продолжит Наталья Новикова. Ночью в дежурной части межмуниципального отдела МВД России Сассовский поступило сообщение, что из автомобиля, припаркованного на улице города, похитили бензин. Пострадавший владелец автомобиля ВАЗ-2107 успел заметить автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, и сообщил эту информацию в полицию. Дежурный офицер полиции немедленно передал ориентировку на розовск автомобиля злоумышленников всем патрулям, курсирующим в городе Сассова. Вскоре один из пеших нарядов полиция получила от коллег сообщение, что в их сторону направился автомобиль, похожий на разыскиваемый. Мы начали прочувствовать микрорайон, как оказалось не зря. Проходя мимо поликлиники, мы заметили, как автомобиль подъехал. Быстро подойдя к нему, мы открыли дверь, представились, попросили предъявить документ, а также попросили открыть автомобиль для осмотра. Постовые проверили у находящихся в салоне автомобиля парней документы и осмотрели багажник. В салоне лежала шланг, пахнущий бензином, а в багажнике – канистра с топливом. Позже выяснилось, что двое 18-летних жителей Сассовского района причастны не только к хищению бензина. Полицейские установили, что злоумышленники в эту же ночь похитили магнитолы из двух автомобилей, припаркованных также на улицах. Похищенные изъяли. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, а за профессиональные действия, позволившие задержать злоумышленников по горячим следам, сотрудники патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Сассовский» были награждены руководством МВД России по Рязанской области. Не так давно в нашем городе работает музей Советского Союза. В каждом экспонате предмете быта не так давно ушедшей эпохи. Многие посетители с удовольствием вспоминают свое детство и юность. Несмотря на то, что открылся он совсем недавно, выставка стала популярна не только среди рязанцев, но и гостей города. Сегодня окунулись в атмосферу советской эпохи группа школьников из Франции. Вместе с ними там побывала Ирина Ковалева. Для школы номер 6 с углубленным изучением французского языка обмен учениками явление привычное. Уже не первый раз в Рязань приезжают группы школьников из Франции, а в скором времени российские ученики отправятся за границу. Для ребят это прекрасная языковая практика и не только. В подобных путешествиях у них появляется возможность познакомиться с явлениями, о которых вряд ли они бы узнали на своей родине. В этом плане музей СССР для французских школьников оказался кладезем сюрпризов. Их явно заинтересовали диафильмы. Крайне удивила туалетная бумага без втулки. Ну а советский велотренажер и диск здоровья ребята решились опробовать. Все вызывало у юных французов искренний восторг. Они с удовольствием пробовали писать перьевыми ручками, осваивали печатные машинки, знакомились с музыкой советских времен и даже станцевали под нее. Музей очень интересный. Главным образом интересно то, что здесь можно не только смотреть на экспонаты, но и трогать их, что делает этот музей живым. Директору лицея, в котором обучаются ребята, музей тоже понравился. Однако большинство экспонатов, представленных здесь, знакомой Сильве Терси не понаслышке. По ее словам, в те времена, когда существовал Советский Союз, во Франции в эпиходе были похожие предметы. А вот современная Россия ее впечатлила. Я первый раз приезжаю в Россию с учениками и вообще в вашей стране я впервые. До этого я знала Россию только по книгам Толстого Достоевского Гоголя. И что меня удивило и впечатлило, это то, что Россия очень современная страна. Впереди у юных французов катание на коньках, школьный праздник, который ожидает их завтра и возвращение в родной Ламберсар. Но наверняка посещение нашей страны им запомнится надолго, в том числе и благодаря музею СССР. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которых многие боятся еще с детства. 9 февраля – Международный день стоматолога. Поход к стоматологу сегодня процедура не из дешевых. В столице даже развивается так называемый стоматологический туризм. Москвичи едут лечить зубы в регионы. Рязань – как центр стоматологического паломничества. Цены здесь примерно в два раза ниже московских. А в некоторых клиниках процедура не только дешевле, но и в своем роде уникальная. А на Герцовской пообщалась с тем, кто каждый день делает улыбки по-настоящему красивыми. Из таких керамических блоков выпиливаются коронки и мастовидные протезы, а также некоторые элементы протезирования после имплантации. Всю работу выполняет вот эта машина. Эта машина – отдельная лаборатория. Она способна заменить несколько специалистов по протезированию. Все, начиная от самого протеза и до коронки, вытачивается на ней. Это каткам-технология, новейшая технология, самая современная. Здесь находится внутриротовой сканер, вот он, при помощи которого мы сканируем в полость рта у пациента после обточки. Зубы, которые надо протезировать, эта информация переносится сюда. Здесь мы моделируем полностью в 3D, моделируем зубки. И уже, когда готово, мы эту информацию переносим на точильный блок. Так что, если раньше на создание слепков, примерку коронок могли уйти недели, сегодня зуб можно полностью сделать за один день. Машина работает быстро, дает стопроцентно точный результат. В промежутках между работой оборудование может отдохнуть и с помощью моторчиков и шестеренок издавать музыку. Немцы, что тут скажешь. Действительно, Рязань является чуть ли не столицей стоматологов, учитывая то, что здесь каждый год выпускаются профессионалы из медуниверситета. Происходит естественный отбор, работать остаются самые лучшие. К нам приезжают не только с Москвы, и с других регионов, и за границей даже прилетают, приезжают. Потому что, на сравнении с Москвой, там намного дороже. Ну и с Москвы очень много приезжают людей, да. По статистике, в Москве один визит к стоматологу обходится как минимум в 5000 рублей. В Рязани, например, пломбы начинаются от 700-900 рублей. Конечно, нельзя сказать, что лечение зубов – это дешево, но Рязань все-таки в этом плане выигрывает. Тоже отбеливание здесь стоит дешевле. Как известно, в этом плане стоматология также шагнула вперед. Теперь оно стало безопасным для зубов, если пациент выберет новый метод и будет придерживаться рекомендаций доктора. Ведь что может быть прекраснее здоровой белой улыбки? День стоматолога отмечают и студенты Рязанского медицинского университета. Они стараются донести до общественности важность своей профессии, а также познакомиться с будущими пациентами. Поэтому добровольцы разъясняют основные правила ухода за полостью рта в поликлиниках. Выпускают к этому дню специальные брошюры, а также посещают школы, чтобы рассказать об основах стоматологии юным рязанцам. Нам рассказывали про то, как ухаживать правильно за зубами. Это важно? Это очень важно, чтобы были правильные формирования зубок. Мне больше всего понравилось, как маленькая феечка победила злого кариеса. Я узнала, что нужно чаще чистить зубы, нужно хорошо питаться, то есть кушать фрукты, овощи, нужно следить за своими зубами. Я узнала, что надо хорошую пищу есть, что надо ухаживать за своими зубами, почаще их чистить, как бы не бояться стоматолога. Говорят, что стоматологи нам нужны, чтобы спасать наши зубы от кариеса. От чего возникает кариеса? От того, что ешь неправильную еду, то, что не чистишь зубы. Большое спасибо за сказку. Она очень интересная и поучительная. В такой интерактивной форме студенты медуниверситета постарались донести школьникам младших классов самые главные знания в области гигиены полости рта, которые между тем станут основой для сохранения здоровья зубов. Такие выезды в школы, сотрудничество студентов и школьников уже традиция. Идея сказки родилась на 25-летии стоматологического факультета, которое прошло в Рязанском государственном медицинском университете в этом году. Сказка была как раз на стоматологическую тематику. Сидели врачи, как бы всем было очень приятно посмотреть. Какую роль вы выбираете в этой сказке? Роль очень нужная и важная. Перед тем, как врач рассказывает о гигиене полости рта, Шапокляк приходит с своей проблемой, с тем, что у ее подружки разболелись зубы у крыски Лариски. И вот она спрашивает, как правильно нужно чистить зубы, чтобы они не болели. А из чего состоят зубы? Врач-стоматолог помогает нам в этом разобраться вместе с детьми. Никто из будущих стоматологов в правильности выбора профессии не сомневается. Сейчас к этому курсу нет сомнений о правильности выбора профессии? Нет, я только утвердилась в правильности своего выбора. Очень рада. Это та профессия, именно которой бы я хотела посвятить свою жизнь. Святая Аполлония, уверовавшая в Христа и принявшая мученическую смерть за свою веру, стала почитаться в начале 18 века с подачей основателя научной стоматологии Пьера Фошара. И она стала символом профессии. Именно в начале 18 века происходят знаковые изменения в этой области. Переход от консервативного удаления зубов к их сохранению и восстановлению. А люди, оказывающие стоматологическую помощь, объединяются в единое профессиональное сообщество. На сегодняшний день профессия стоматолога является одной из самых востребованных. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Редактор субтитров А.Семкин